Скажите, по поводу сегодняшней конференции, что вы хотели бы предложить и что вы планируете услышать сегодня? Тема, поднятая на конференцию, актуальна. Из кризиса надо выходить. Очень хороший доклад Совета Безопасности сделан Глазевым, советником президента. Вполне можно сосредоточиться на обсуждении идей этого документа. Конечно же, на первом месте стоит вопрос сегодня денежной массы. Я и как предприниматель, и как общественный деятель, а предприниматель я с 33 стажем, очень хорошо чувствую, что денежная масса сжата до предела. Можно победить инфляцию, отменив деньги. Вот такое впечатление складывается от действий нашего Центробанка. Если перейти к натуральному хозяйству, инфляция не будет вместе с деньгами. А длинные деньги, длинные кредиты, проценты, налоговая система – это уже вторичная вещь. Первый вопрос – это денежная масса, которая, как говорят некоторые экономисты, в 2-3 раза меньше, чем надо. Я скажу, даже в 90-е годы, во время гиперинфляции было легче работать, чем сейчас. Сегодня процесс, который в экономике развивается, уже называется «стагфляцией». То есть экономика скукоживается, а цены растут. Поэтому с этим надо решительно бороться. Много-много мер предложено Глази в этом докладе. Хотелось бы только обратить внимание, что это как бы конструкция представлена. А вот о технологии решения, то есть с чего начать, с какого главного звена потянуть, чтобы всю цепь вытащить, как классик один говорил, об этом надо говорить. И потом, в конце концов, надо отвечать на вопрос. Если мы требуем суверенной денежной политики, Центробанка, то надо ответить на вопрос, почему она у нас несуверенна. На основе каких законодательных акций, актов это сделано, почему она несуверенна. Как такое может быть? Такой вопрос, который не касается сегодняшнего заседания. Вот вы вчера наверняка слышали выступление Владимира Путина в ООН. На ваш взгляд, после этого выступления, как-то отношения между Россией и Америкой, они как-то изменятся? Или все-таки кризис отношений останется? Вот ваше мнение. Ну, знаете, это не хотелось бы отвечать в гадательном ключе таком. Но, коль вы задали этот вопрос о выступлении нашего президента, хочу сказать, я горжусь тем, что Россия в лице президента может говорить так, как говорил Владимир Владимирович. Обратите внимание, выступление Обамы исключительно построено с позиций интересов Америки, американской нации гражданской, даже не Европы. Он даже не выступал от лица всего западной, всей западной цивилизации, а от лица своей гражданской нации только. Вот. Недаром уже англосаксонскую цивилизацию в интернете называют наглосаксонской, да? Вот. Китайский президент уже говорил от лица китайской цивилизации или китайско-культурностического типа, уже говорил о проблемах всего человечества, голодающих, о выделении миллиарда долларов и так далее. Уже как, ну, всепланетный деятель. Ну, и очень приятно, что представитель русско-славянской цивилизации, российской гражданской нации, может себе позволить критическое выступление в адрес всего Запада и в том числе США. Потому что практически говорилось, фамилии не назывались, имена, да? Но это был даже не подтекст, а текст прямой в таких фразах, да? А вы сами-то понимаете, что натворили, да? То есть это прямое обращение. Вот. И я этим горжусь. А что будет, то будет. Нам пора перестаться вообще думать, как Запад к нам относится. Надо делать свое дело. Надо выходить из этого внешнего управления, вот в том числе касательно денежной политики. Вот. И заниматься наведением порядка в своем доме. Хорошо. И такой вопрос, который очень актуален на расчетной России, это вопрос кадров, квалификации кадров. Многие кадры уезжают молодые из-за рубеж. Вот. Как вы считаете, проблема кадров, она существует в России? И как ее можно решить? Проблема кадров не то, что существует, она катастрофична, да? Вот. Последние годы так получилось, что мы помогаем возрождению одного оборонного треста строительного. И у нас получилась такая ситуация, что дедушки 70-80-летние передают опыт молодежи 22-25-летним. Среднего поколения вообще нет. Это, кстати, одно из слабых мест доклада Глазева в Совету безопасности. Абсолютно ничего о кадрах не сказано в нем. Сегодня надо власти, верховной власти нашей, делать призыв как раз вот из участников таких вот форумов из бизнеса, из предпринимателей, которые не из коммерсантов. Я давно уже различаю коммерсантов от предпринимателей. Предприниматели – это тот же общественный деятель организации общественно-экономической сферы культурной деятельности общества. Это по терминологии и историсофии Данилевского Николая Яковлевича, институт, который я представляю. А коммерсанты – это урвать сегодня чистый, к сожалению, даже не товарообмен, не купил-продал, как вот раньше говорилось. А банальные откатные схемы, конвертация административного ресурса в деньги – вот что такое коммерсанты. И сегодня этих людей власти как раз слишком много. Поэтому, знаете, как вот советская власть в свое время призвала 25-тысячников, старшее поколение помнит, из городов, из рабочих на село, чтобы его поднимать и проводить коллективизацию. Это безотносительно того, хорошо это или плохо. И решила задачу поставленную. Так сегодня гигантский кадровый ресурс как раз сосредоточен в среднем бизнесе, среди предпринимателей, среди бизнеса, среди тех, кто проводит этот форум экономический. А власть это совершенно не видит. Кадры подбираются по принципу кумаства, знакомых, свой человек, если не свой, значит, задвигаем, если свой, продвигаем, независимо от опыта, возраста, карьеры человека, чем он занимался в жизни. А надо продвигать, почему говорю предпринимателей, потому что предприниматель, это организатор экономической сферы жизни, это созидатель прежде всего. Особенно предприниматель производственной сферы, машиностроения, строительства.